Сельхозпредприятия Славянского района приступили к севу риса. Установившаяся сухая погода благоприятствует аграриям. В этом году к севу риса во многих сельхозпредприятиях Славянского района приступили на несколько дней раньше установленных агротехнических сроков. Тёплая сухая погода позволила подготовить почву и начать сев. В хозяйстве Анастасиевской в этом году белым золотом будет засеяно 7166 гектаров, что примерно на 100 гектаров больше, чем в прошлом году. Для посадки используют известные и проверенные сорта риса – «Диамант», «Полевик», «Рапан», «Патриот». Внедряют и новые – «Аполлон», «Чайка», «Виктория». На сегодняшний день уже посеяно свыше 50% всех площадей. В связи со складывающейся непростой эпидемиологической ситуацией ощущается нехватка рабочих рук. Но, тем не менее, сев будет закончен вовремя, уверены аграрии. «Тяжело и с людьми сейчас, и с техникой. Ну, справляемся, пытаемся, организовываем две смены, то есть круглосуточную работу. Вот энергоемкие трактора работают день и ночь, как бы не останавливаясь». Планируется, что к 10 мая, а может быть и раньше, сев риса в хозяйстве завершат. У аграриев есть такая поговорка – «сеялка с чека, вода в чек». И этому негласному правилу рисоводы неукоснительно следуют. Засеянные площади сразу заливают водой, чтобы рис начал прорастать. Затем начинаются долгие 120 дней. Именно столько необходимо, чтобы колос созрел. В течение этого времени рисовые чеки находятся под постоянным наблюдением. Ведется борьба с сорняками, подкормка всходов удобрениями. Процесс очень трудоемкий, но результат того стоит. Славянский район на протяжении вот уже многих лет в числе лидеров на Кубани по выращиванию белого золота. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».